Привет, друзья! А вы знали, что под Сибирью скрывается огромная угроза для всего человечества? Это не шутка и не фантастика, а реальность, которая может изменить нашу планету навсегда. Я говорю о магматическом плюме, который поднимается из глубин Земли и нагревает Сибирь снизу. Этот плюм может вызвать самую мощную вулканическую эрупцию в истории Земли, которая превзойдет по силе даже Йеллоустоунский супервулкан. Что это значит для нас и как мы можем предотвратить эту катастрофу? Об этом сегодня и поговорим. Для начала, что такое магматический плюм? Это колонна расплавленной породы, которая поднимается из нижних слоев мантии к поверхности Земли. Плюмы образуются в результате неравномерного нагрева мантии, когда в некоторых местах температура становится выше, чем в окружающей среде. Это приводит к тому, что расплавленная порода становится легче и начинает подниматься вверх, как пузырьки в кипящей воде. По пути плюмы взаимодействуют с литосферой, то есть верхним слоем земной коры, который состоит из твердых плит. Плюмы могут пробивать литосферу и выходить на поверхность, создавая вулканы или оставаться под ней, нагревая ее и вызывая различные геологические процессы. Один из таких плюмов находится под Сибирью, и он является одним из самых больших и мощных в мире. Его диаметр составляет около 2000 километров, а высота — более 3000 километров. Этот плюм нагревается и расширяется, он влияет на течение магмы под землей. Он меняет направление и скорость этих течений, и это может привести к серьезным последствиям. Например, вызвать землетрясения, извержение вулканов, сдвиги континентов. И даже может уничтожить жизнь на Земле. Этот плюм гораздо опаснее, чем Йеллоустоун. Да, тот самый Йеллоустоун, который находится в США и который является самым большим супервулканом в мире. Почему он опаснее? Ну, как минимум потому, что объемы магмы в нем превышают размер Йеллоустоуна приблизительно в 10 раз. Если он достигнет поверхности, то будет способен покрыть пеплом не только Россию, но и практически всю планету. Это значит, что начнется не просто вулканическая зима и голод, а новый ледниковый период на многие-многие годы. Какие же есть доказательства, что этот плюм существует, и что он представляет такую угрозу? Во-первых, мы можем наблюдать экстремальное увеличение геотермических аномалий в Сибири. В северных регионах растет число выбросов метана и водорода из недр Земли. Кроме того, грязевой вулканизм на арктическом шельфе становится значительно более выраженным. Также нагрев Сибири происходит в 2-3 раза быстрее остального земного шара. И он связан прежде всего с увеличением эндогенного тепла, то есть тепла, идущего из недр планеты. Во-вторых, мы можем обнаружить следы древних вулканических извержений, связанных с этим плюмом. Одно из них произошло около 250 миллионов лет назад и называется Сибирским трапом. Это было одно из самых масштабных извержений в истории Земли, которое покрыло площадь более 7 миллионов квадратных километров лавой толщиной до 3 километров. Это извержение считается одной из причин массового вымирания на границе Перми и Триаса, когда погибло около 90% всех видов животных и растений. Оно также изменило климат и химию атмосферы, вызвало кислотные дожди, а также разрушение озонового слоя. Если ситуация будет развиваться с той же динамикой, что сейчас, наше поколение может стать свидетелем повтора этой катастрофы. Но что же мы можем сделать, чтобы избежать этой участи? Во-первых, необходимо проводить постоянный мониторинг текущей ситуации. Ученые должны постоянно наблюдать за состоянием плюма и литосферы, используя различные методы геофизики, геохимии, геодезии и сейсмологии. Они должны анализировать полученные данные, строить модели и сценарии возможного развития ситуации. А население должно быть готовым к тому, что в любой момент может произойти извержение, иметь планы эвакуации, защиты и восстановления. Этот вариант не позволяет предотвратить извержение, но он может помочь подготовиться к нему и снизить его ущерб. Во-вторых, ученые могли бы осуществить профилактическое извержение. Суть заключается в том, что в расчетных местах будет произведено искусственное извержение плюма, чтобы он не накапливал энергию и не взорвался с полной силой. Для этого с помощью бурения и контролируемых взрывов нужно создать специальные магматические каналы. Да, это очень сложный, дорогой, ресурсоемкий процесс, и его можно осуществить, только объединив весь научный и технический потенциал человечества. Ни одна страна не способна решить эту проблему самостоятельно. Сегодня все человечество стоит перед крайне серьезным вызовом, который требует совместных усилий, научных исследований, технологических инноваций, политической воли и общественного осознания. Мы должны быть готовы к тому, что в любой момент под Сибирью может произойти катастрофа планетарного масштаба, и каждый должен делать все возможное, чтобы ее предотвратить или хотя бы смягчить. Однако, вместо того, чтобы совместно решать критически важные и серьезные вопросы, люди предпочитают развязывать войны и тратить имеющиеся ресурсы на взаимное уничтожение ради каких-то безумных идей. Даже когда у самих, в буквальном смысле слова, горит земля под ногами. Что ж, если мы не способны этого понять и одуматься, значит, мы заслуживаем на такую участь. Редактор субтитров А.Семкин